Здравствуйте! Сегодня мы в Театре кукол и разговариваем с Валерием Николаевичем Шацким, художественным руководителем. Здравствуйте, Валерий Николаевич! Здравствуйте, дорогие рязанцы, дорогие наши зрители, взрослые и дети, бабушки и дедушки, папы, мамы, и внучки, и внучата, в общем, все ребята. Мы вместе со всеми ребятами жаждем узнать, как же будут обстоять дела в Театре в связи с непростым временем. Время непростое, пандемия. Каким образом изменилась работа театра в новом театральном сезоне? Это серьезный вопрос. Честно говоря, мы как те ретивые кони сейчас, которые долго-долго стояли, стоили, и теперь готовы выскочить на волю, бьем копытами, встречаем гостей. Правда, немножко в усеченном состоянии, по всем нашим предписаниям. У нас 50% заполняемости зала, чтобы санитарные нормы сохранить. И тут у детей меряют температуру. То есть работа в новых сложных условиях. Это с одной стороны. А с другой стороны, после этого долгого перерыва, перерыв произошел не только во встрече с зрителем, которого мы с нетерпением ждем, но и в выпуске спектаклей, потому что люди были на карантине. И то умудрялись в это время на карантине выпустить, умудрились спектакли, которые, допустим, у нас первая встреча, с которой состоялась, это «Гуси-лебеди». Спектакль делался во время практически карантина, потому что цеха работали, кукол брали, делали дома, в домашних условиях, и репетировали через компьютер, пытались репетировать. Но вот, слава богу, как бы у нас передышка, карантин закончился, и мы с удовольствием показываем эту премьеру. И так же получилось с спектаклем, который, в общем-то, для нас необычен, потому что он рождается прямо сегодня, сейчас здесь у нас в театре, у нас на Рязанской земле, потому что и автор, писатель, по сказке которого мы делаем, он живет и работает у нас в Рязани. Это редактор, главный редактор нашего комсомольца, комсомольской правды, Татьяна Абадалова. Она написала, пишет много сказок, интересные всякие, но поскольку театр – это несколько иной вид искусства, здесь нужны иные немножко средства, но главное – интерес. Мы проявили интерес к одной из сказок, которые написала Татьяна. И это сказка, которая называется «Как научить дракона летать или другие глупости». Драконов не водится у нас ни в Рязанщине, ни где вроде бы, а глупости водятся везде. Поэтому наш дракончик в перемешку с глупостями будет представлен скоро на сцене. Сейчас работают цеха, и вот я тут обложился куклами, которые еще даже не совсем расписаны, не до конца сделаны, но тем не менее они очень интересны, потому что вот когда переводишь с литературного на сценический, возникают какие-то необходимости материализовать идеи режиссера-художника, главное – это писателя, который придумал сказку, она рождается в голове каждого зрителя, свои образы, а театр должен же придумать свои на базе тех, которые эти самые, и материализовать все это. Вот когда начинаешь материализовывать, вот тут возникают разные хитрости, сложности, и даже те, которые писатель не подозревал о том, что они могут возникнуть. Ну, давайте с кем-нибудь познакомимся, если это возможно. Да, конечно, у нас все возможно. Правда, я еще раз хочу предупредить, что это еще не до конца расписанные куклы художникам, поскольку лица у этих кукол будет делать художник, а художник – это у нас Виктор Платонов, замечательный художник, лауреат премии «Золотая маска», он много очень работает, и у него сейчас свой есть театрик в Москве. Ну, вот он приедет и будет расписывать этих, дописывать им лица. С кого начнем? Ну, вот этот стоящий передо мной товарищ – это такой почтальон, который развозит, если сейчас в моде самокаты и велосипеды, вот он тоже, как сказать, вот такой вот моторизированный такой персонаж. Он тут, видите, может ездить там, вот такой вот. Но поскольку действие происходит в очень маленьком городе, в котором места-то для жителей не всегда хватает, и они, как сказать, поделились, они дни неделю живут в городе, а потом вторую неделю на даче, и меняются местами свои домики, участки сворачивают вместе с будками, газонами там совсем, и уезжают, как сказать. А тут неприятности, погода испортилась, и одни решили пораньше уехать, а другие решили на даче переездать. И в результате образовалось пространство, на которое шлепнулся большущий дракон. А когда выглянуло солнышко, народ-то стал собираться, а место-то тут пришли, а в городе нечто лежит. Огромное, большое, места нет, и тут собралось, как всегда, вот такая вот собирается толпа, которая вот у нас, так вот она, вон видите какая, раз, большая, большущая толпа народу, которая такая двигается, вон они, о-о-о-о, собралась, вот, видите, какая замечательная толпа. И они, толпа всегда недовольна, я не видел ни одной толпы, которая была бы довольна чем-то. Тут же сразу возникают некие дамы-паникерши, которые носятся и кричат, а-а-а, а-а-а, вот так вот бегают во все стороны. Это не просто дама, а очаровательная дама-учительница. Она даже с учениками ходит, как с утятами, которые за ней прячутся, вот так вот, видите, и она так смотрит подозрительно, что случилось, кто прилетел, дракон, какой дракон. И тут же все требуют, так сказать, его срочно удалить, и мэра просят прийти, чтобы он тут, самое, навел порядок, там, и полицейские вмешиваются, и все-все-все-все-все-все. То есть жизнь закипела. И для того, чтобы освободить место, надо, чтобы дракон ведь не может просто так уйти. Он там попробовал идти, так, а тут все дома задрожали, задребезжали. Вот даже тот вот домик, который около вас стоит, он даже умеет шевелиться. Вот он, да-да-да, еще сильнее. Ну, вот, видите, как зажил домик. Это каждый раз, как дракон шагнет, так и домик. Вот, это, между прочим, мэрия. Власть содрогается. Поэтому тут надо наводить порядок. А для того, чтобы навести порядок, надо избавиться от дракона. А как от него избавиться? Значит, надо его либо... Ну, что-то надо сделать, короче говоря. Вводится чрезвычайное положение, вот, чтобы, так сказать, народ тут не хулиганил вокруг него, там, и прочее. И, в общем-то, чем дольше он лежал, тем больше народ против него, так сказать, недовольства. А вот был совершенно добрый дракон, он ничего не понимал, чего от него хотят. Да, решили, что дракона надо как-то убирать. А каким образом? Нашли очень древнего ювелира, который сказал, что в древности драконы охраняли сокровища. Надо собрать сокровище и потихоньку его уносить. И он пойдет за сокровищами и уйдет. Ну, а для удобства решили, чтобы он не просто уходил, а то трясется земля, а улетел бы как-нибудь. Вот они искали долго сначала, на кого бы повесить сокровища, чтобы не улетели, а потом, чтобы это улетели недалеко, чтобы они вернулись потом, эти сокровища. Но тут возникает масса всяких перипетий. Решили выбрать, ну, не буду рассказывать, севыкреты, кого они там выбрали, на кого повесили эти ценности. Но дракон никак не понимал. Ну, наверное, и сокровища были не такие, как сказать, уж очень сокровищные. Да тем более там присутствовал налоговый инспектор, который стал выяснять, откуда сокровища, вот, и почему, и что, бедного ювелира Чуд Кондратия не хватил. В результате, так сказать, этих долгих попыток практически ничего не привело. А тут еще случилось ЧП, там же детвора, она везде лазит. Мальчик упал в пруд, а поскольку все были увлечены этими событиями и, так сказать, борьбой с драконом, мальчик стал тонуть, и никто этого не увидел, кроме дракона, который взял и спас этого мальчика. И все стало замечательно и хорошо. Но в конце концов мальчик объяснил дракону, что надо ему отсюда улетать, и он решил улететь. Но народ-то ведь такой... Не случайно вот здесь у меня лежит черный человек с обратной стороны, вот такой он черный, а с этой стороны вот он и такой, у которого даже есть ружье. Вот он с ружьем. И они решили, что... А вдруг он вернется, этот дракон? И тут опять будет безобразие? И надо этого дракона шлепнуть. Вот так вот бывает в нашей жизни. Но это не было бы сказкой, если бы она кончилась так плохо. Все кончается замечательно и хорошо, как в сказке. Или как happy end, как говорят в народе. Вот. Поэтому все замечательно кончается. Вот такая вот сказка для детей и родителей. Поэтому разыгрывают ее артисты, несколько человек, такие впавшие в детство артисты, которые вот такую детскую взрослую игрушку, совмещая в себе и детей, и взрослых, расскажут нашему зрителю. А мы ее покажем вместе. Поэтому вот так потихонечку рождается сказка, спектакль в нашем театре. Очень интересно. Мы сегодня, получается, стали такими... Подсмотрели за волшебством, можно сказать. Ну и, может быть, в завершение нашей беседы вы бы хотели как-то обратиться к зрителям, рассказать им о том, что будет в этом сезоне, помимо премьер, те спектакли, которые мы уже привыкли видеть для малышей, для взрослых, кстати говоря, театр славен и спектаклями для взрослых, любимыми уже несколько сезонов. Ну, театр кукол существует наш, Рязанский, уже много лет, и мы, конечно, не забываем взрослого зрителя, потому что... Если взрослые не полюбят театр кукол, то они вряд ли приведут сюда своих детей. Поэтому у нас много спектаклей, ну, практически почти каждый год мы выпускаем взрослые спектакли. Мы с удовольствием ждем и детей, и взрослых на наших и детских, и взрослых спектаклях. Я уже назвал, что у нас, ну, сколько премьер, и даже «Айболит», спектакль еще, так сказать, тоже новый для нашего рязанского зрителя, который тоже выпущен перед самой, так сказать, пандемией, и очень злободневный спектакль, поскольку наших замечательных докторов, прообразом которого каждого является «Айболит». А спектакли у нас и со всеми, как сказать, предыдущими спектаклями порядка 30 в репертуаре. То есть мы во всеоружии. И наша главная задача сегодня – вот этот психологический перестрой сделать. Потому что люди действительно кто напуган, кто озабочен, кто-то с радостью пойдет в театр, а кто-то, так сказать, боится. Театр, как замечательная радость для детей и взрослых, причем не просто пустышка развлечения, а умная радость, которая может научить многому. Поэтому она у нас в Рязани сохраняется, она есть, она существует. И мы с нетерпением ждем к себе в гости на наши спектакли и взрослых, и детишек. Спасибо вам, Валерий Николаевич. А наша телекомпания была в гостях в самом волшебном месте города – в театре «Кукол». Мы прощаемся с вами до новых эфиров. И с вами, Валерий Николаевич, до новых спектаклей. Спасибо. До новых встреч. Пока-пока.